Прогнозные показатели социально-экономичного развития Гомельской области на наступный год относительно невеликие. У селяки, в разе двух значных рисков в этом документе нема. Але это не значит, что выконать их можно будет просто и без значных намаганий. Продукционность працы – 101,4%. Экспорт послуг – 104,6%. Воловый региональный продукт – крыху больше за 101%. Все показатели распространяются за униками реального экономичного становища как в самой Беларуси, так и в основных краинных партнерах. Показатель ВРП – 101,3%, но несмотря на то, что он кажется небольшим, он достаточно напряженный. В этом году динамика, к сожалению, отрицательная этого показателя. Поэтому все показатели, которые мы для себя наметили и будем предлагать к утверждению, нацеливают нас на тяжелую, кропотливую работу. Планируется, что более 105% у нас будут обеспечиваться экспортные показатели. Ну и, безусловно, один из важнейших на следующий год – это создание новых рабочих мест. Что дальше с бюджетом, то его наполняленность будет задержать в первую очередь от выника работы реального сектора экономики, начиная от деятельности таких гигантов, как Мазарский нафтоперепроцовщий завод и БМЗ до приватных предприемцев. Некого дефицита на наступный год не заплановано, а лежит прийдется литерально по сродках. В этом же жилевом будавнице, например, держава пыльную допомогу окажет, а не обходно различовать и на уластной макшимости. Упор государства делает – создать условия для гражданина, чтобы он мог реализовать свое право на стройку. Пожалуйста, сети, водопровод, канализация, электроснабжение – государство это сделает, дальше индивидуальная застройка. То есть вовлекать граждан в это движение. Отсюда и акценты финансирования. Сирот основных границ финансовых поступлений в областный бюджет, податки, доходы от выкористания державной майомости, дивиденды по акциям, а так само державные субвенции, утымлику на переодоливание на собственную катастрофу на ЧАЭС, что-то с расходом, то тут, как и в попередние годы, головная вага так званым гарантованным обовязкам во всем остатнем придется экономить и по максимуму берегче тое, что уже есть. Из 2,3 миллиардов рублей у нас социальная сфера занимает более полутора миллиардов рублей. В первоочередном порядке предусмотрены защищенные статьи расходов. А вот расходы на текущее содержание и проведение ремонтов, они формировались исходя из наличия источников, которые невелики. И в составе той же социальной сферы удельный вес всех видов ремонтов и приобретения оборудования он занимает всего лишь 1,6%. Олег Сентюров, Евгений Макеенко, телеродокомпания «Гомель».